Из агентства инвестиционного развития 100% Татарстан сегодня переехал в национальную библиотеку. Ведь республиканская площадка как нельзя лучше подчеркивает название самого международного форума. В этом году это наука, образование и рынок труда. Десятки журналистов, экспертов, психологов, ученых со всей России обсуждают самые актуальные вопросы. И почему же их дискуссия становится объектом внимания для 100 тысяч зрителей со всего мира? Давайте послушаем. Вы просто когда заговорили про искусственный интеллект, вы так вытянулись к одному из своих ножей, что я даже занервничал. Искусственный интеллект – тема, которая заставила понервничать всех участников форума. Цифровизация образования – хорошо или плохо? Отвечать первым берется самый известный интеллектуал России. Я совершенно уверен, что искусственный интеллект поймет полезность взаимодействия с естественным не хуже, чем мы поймем полезность взаимодействия с искусственным. Поспорить готова Татьяна Черниговская. Ученый-нейролингвист уверена, конкурировать с технологиями невозможно. За время дистанционного обучения ученики поняли цены живого контакта с учителем. Но важно делать акцент не только на образовании, но и на воспитании. Это значит, что мы из наших учеников, а также из взрослых, мы должны вырастить или сформировать людей, которые не подвержены к мгновенному неврозу или даже психозу. Примером успешного соединения образования, воспитания и цифровизации стал Татарстан. Одна из кузниц кадров международного уровня КФУ. Здесь пятая часть – иностранные студенты. Это говорит о том, что наши программы образовательные востребованы не только в стране, но и в мире. И оценены в мире. В то же время мы готовим массу специалистов в массовом порядке, но с учетом индивидуальных потребностей. Такая комплексная работа при подготовке кадров идет во всей республике. Нефтехимия, авиа и судостроение, АПК и IT-сфера. Татарстан в числе лидеров этих положительных изменений в части подготовки молодых специалистов для экономики, социальной сферы, для цифровизации всех сторон нашей жизни. И создаются для этого необходимые условия. Этим опытом Татарстан делится сегодня с 11 странами мира и находит направление для будущего развития. Татарстан может быть примером для других российских регионов. И сами услышали тоже обратную связь от коллег из других регионов. 42 субъекта России сегодня принимают участие. Это и педагоги, и воспитатели, и учителя. Они тоже делятся своими методиками разными. Форум завершится завтра. На интеллектуальной площадке обсудят поддержку родителей современных школьников. Итоги трехдневного интенсива подведут на прямой линии с министром образования Татарстана. Наталья Мизина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.